Для Хвостова просит 14 лет колонии строгого режима. 7 ноября в Ленинском районном суде прошли прения по делу бывшего вице-губернатора по строительству. Напомним, он обвиняется в четырех эпизодах получения взятки от застройщиков города Владимира. Страна обвинения просит назначить текст чиновнику наказания в виде 14 лет колонии строгого режима, плюс штраф в 60-ти кратном размере от суммы взяток. А это больше 1 миллиарда рублей. Слушания по делу продолжаются. Дмитрий Хвостовцев вины не признает и настаивает на том, что весь процесс имеет политический характер. В пожарной дороге на Судогодском шоссе в районе поворота на Радужный сгорел мусоровоз. Больший груз масс вспыхнул прямо во время движения. В автомобиле находился один водитель. Он успел покинуть машину. Разгорание на площади в 5 квадратных метров ликвидировали в 3 часа дня. Разгружали горящую газель. Еще один горящий автомобиль сегодня был замечен на парковке одного из торговых комплексов Владимира. В видеопроисшествия выложили в сеть. В это время рабочие как раз вели разгрузку машины. Возгорание началось в моторном отсеке из-за короткого замыкания. В итоге площадь пожара составила 1 квадратный метр. Потушить пламя рабочим удалось еще до приезда спасателя с помощью огнетушителя. Накануне жители сразу нескольких домов в центральном и восточном районах города остались без воды. Многие связывали ее отсутствие с аварией, которая произошла вечером 6 ноября на пересечении улиц Гастеллы и Тракторной. На видео заметно, как строй воды бьют из-под земли фонтаном. Однако в администрации города разъяснили. Воду жители отключили из-за падения давления в сетях водоснабжения. В результате повреждения кабельной линии на электросетях. Восстановить водоснабжение удалось за 3 часа. Что же касается фонтана на Тракторной, то в администрации города заявили, что он образовался в результате повреждения пожарного гидранта. В МЧС эту информацию не подтверждают. Задержали из закладчика или потребителя? В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Владимирского линейного отдела МВД России на транспорте выявили факт незаконного оборота наркотиков. В Камешковском районе, около реки Клязьма, ими задержан 40-летний житель Владимира. При личном досмотре у него обнаружили изъяли сверток из газетного листа и сверток из прозрачной полимерной пленки. В обоих находилось растительное вещество зеленого цвета. Экспертиза установила изъятое вещество, ничто иное, как марихуана, весом чуть более 10 граммов. За незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку подозреваемому грозит до трех лет тюрьмы.